Как только кто-либо говорит о делах государства, что мне до этого, следует считать, что государство погибло. Жан-Жак Руссо Доброго здравия, уважаемые друзья! В эфире Правовец Сибирь и я Борис Кукс в рубрике Выигранные дела. Сегодня у нас немного необычное дело, отличающееся от предыдущих своей тематикой, другой маленько. И у нас будет на рассмотрении гражданское дело из Добрянского района, так, Добрянский районный суд Пермского края. Такое доброе название суда. Судья Катаева по-доброму раскатала дело. Так, решение по гражданскому делу. Орлов А.И. обратился в суд с иском КОАО «Сбербанк России» возложение обязанностей по выдаче денежных средств с его счета, удостоверив его личность по свидетельству об удостоверении торжественности личности гражданина с лицом, изображенным на фотографической карточке и по военному билету. Требования мотивированы тем, что он обратился в дополнительный офис Сбербанк за получение денежных средств, поступающих на его счет от учреждения такого-то являющегося его заработной платы. Выдачи денежных средств из СУ было отказано, поскольку в качестве документов, удостоверяющих его личность, он предоставил сотрудникам Сбербанка свидетельство об удостоверении торжественницы лица, изображенного на фотографической карточке, и военный билет. Паспорт гражданина РФ, естественно, имеет и получать его отказывается, поскольку его получение и использование противоречит. Данные изъяты. Об этом я вас прошу подумать. Почему противоречит? Отказ выдачи из СУ денежных средств по имеющим у него документов считает незаконным. Истец Орлов АИ в судебном заседании не вилсо, когда таксует о рассмотрении дела в его отсутствии, на исковых требованиях настаивает. В письменных пояснениях указал, что операция по выдаче ему денежных средств со счета не подлежит обязательному контролю, так как ежемесячная сумма, перечисляемая ему заработной платы, составляет менее такой-то суммы. Все сведения об ИСЦ ответчик в состоянии установить из предоставленных ему документов, документам удостоящих личность, относятся также и военный билет. Ответчик установил, не предусмотренным законом и договором банковского счета, ограничение права ИСЦА распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Суд, исследовав материалы дела, считает, что исковые требования удовлетворения не подлежат последующим основаниям. Указом Президента РФ от 13 марта 1997 года об основном документе удостеряющем личность гражданина Российской Федерации на территории РФ, статья 10 Федерального закона 31 мая 2002 года, за номером 62 ФЗ о гражданстве, положением о паспорте гражданина Российской Федерации утверждено постановлением правительства РФ от 8 июля 1997 года, за номером 828, предусмотрено, что основным документом удостеряющим личность гражданина РФ является паспорт гражданина РФ. Виды иных документов, удостеряющих личность гражданина РФ, определяются федеральным законом. В соответствии со статьей 10 Федерального закона о гражданстве РФ, кроме паспорта гражданина РФ, другими документами, удостеряющими его личность, могут являться иные документы. Положением Центрального банка Российской Федерации 19 августа 2004 года, за номером 262 П, об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей, в целях пройдя в действии легализации отмывания доходов, полученных преступным путем и приносирования терроризма, указал, что банк при совершении операции по вкладу обязан получить сведения в целях идентификации физического лица, в том числе о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве, реквизитах документа, удостеряющего личность, серии, номер документа, дата выдачи документа, наимывания органа, выдавшего документ и код подразделения, если имеется. А гражданин обязан предъявить документы, удостеряющие личность, перечень которых установлен в законодательстве в Российской Федерации. Согласно пункту 4 сведения, получаемых в целях идентификации физических лиц в приложении номер 1 к положению Банка России, от 19 августа 2004 года, за номером 262 П в соответствии с законодательством Российской Федерации, для граждан РФ, документами, удостеряющими личность, является в том числе удостерение личности военнослужащего или военный билет. Согласно пункту 45 положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного указом Президента Российской Федерации 14 ноября 2002 года, за номером 1325 наличие гражданства РФ, удостоверяется, кроме паспорта гражданина РФ, также заграничным или дипломатическим паспортом, служебным паспортом, паспортом моряка, удостоверением личности военнослужащего, военным билетом, со вкладышем, свидетельствующими о наличии гражданства РФ. Таким образом, военный билет является документом, удостоверяющим личность истца, непринятие военного билета в качестве документа, удостоверяющего личность истца, противоречит действующему законодательству и тем самым нарушает права истца на распоряжение, принадлежащему ему денежными средствами по своему усмотрению. Вместе с тем, свидетельство об удостоверении торжественности гражданина с лицом, изображенным на фотографической карточке, подтверждает лишь то, что предъявившее данное свидетельство лицо торжественно с лицом, изображенным на фотографической карточке. Ссылка Орлова АИ на невозможность иметь паспорт гражданина РФ и ущемление его конституционных прав отказом в выдаче денежного вклада не может служить основанием для признания неправоверных действий банка по отказу в выдаче денежного вклада с банковского счета с известным предоставлением надлежащего документа, удостоверяющего личность в случае предоставления с отцом свидетельства об удостоверении торжественности гражданина с отцом изображенным на фотографической карточке, поскольку совершение действий по выдаче денежных средств с банковского счета без надлежащего удостоверения личности заявителя не может быть признанно допустимым в отношении любого гражданина вне зависимости. Суд решил обязать ОАО Сбербанк России совершать операцию по разряжению денежными средствами по счетам Орлова при предъявлении им военного билета. Такое замечательное дело. Человек доказал свое конституционное право в суде. И суд обязал Сбербанк выплачивать средства со счета человека по военному билету. Кому нравятся наши видео обзоры ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все ссылочки на документы для скачивания документов, которые я публикую, находятся в меню внизу под видео, в описании плейлиста. Ссылка для скачивания выигранных дел и общий плейлист в решении поезда у заемщиков. На этом хотелось бы сегодня закончить. Пожелать вам всего хорошего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok